Всем доброе утро! Мы идем уже в школу, потом я сразу же на работу. У нас дождь моросит пипец. Вот, потом на работу, но сегодня тоже быстро, потому что на улице будет быстро. Посмотрю территорию, чтобы было чисто. Там по этажам пройдусь. Короче, подмету где нужно, где не нужно. Взяла пшикалку от пулевизатора, и я растворителем, короче, там типа буду пшикать, и песаки хорошо стираются. Потому что если так наливать на тряпку, то можно просто полбанки растворителя за один раз вылезть. Поэтому будет дозировано. Короче, сегодня еще в школу, а там аж, ну аж в среду. Получается, понедельник-вторник будет выходной. В связи с праздниками, а Денису зарплату я не знаю, когда дадут вообще. Ну либо сегодня, наверное, либо уже в среду. Капец. Обычно 10-го давали. А 10-е вообще, по-моему, воскресенье или что там получается. Или понедельник. Ну короче, суть такова, что не скоро. Потому что нужно этот... Я обычно вношу первую половину за питание, а из-за аванса уже вторую половину. Ну вот, поэтому мне важно, когда она придет. Все, я уже отработала. Сегодня тоже два часа там ковырялась. Зашла в магазин. У нас пипец ливень. Просто идет куртка у меня насквозь. Поэтому я уже по дороге не стала ничего там снимать. Даже вон чек, блин, хоть выкручивай. Значит, купила Полине вот этот вот шоколадный йогуртик. Денису йогурт. Мне на вечер готовить не надо ничего. Там картошка есть. А уже сардельки взяла. Денису завтра на обед соберу. И что-нибудь, не знаю, либо рис, либо картошку к ним сделаю. Так, дальше. И себе вот такой вот йогурт взяла. Манго Чио очень вкусный. Ну и в карман кинуть. Ментос взяла один. Вот. Чек, значит, 7,67 за все у меня получилось. Я пришла еще, даже не раздевалась. Сейчас сниму куртку. Вот. Короче, сейчас попью еще кофе. Утром я встала. Вчера, кстати, не стала ничего абсолютно снимать. Ну вот, потому что буквально легла и, наверное, через полчаса каких уснула. Вот. А сейчас попью кофе. Утром встала, попила кофе. Съела пироженку, кстати. Три куска только осталось. Обалдеть. Пошло вообще. Всем понравилось. Поэтому супер. У меня, кстати, уже даже и варенья нет. Поэтому, чтобы хотела приготовить, уже и не приготовлю даже. Вот. Все, доели. Вот. В понедельник я на работу все равно иду. Что говорит, там, можешь только в среду выходить. Зарплату как бы, ну, они как платят фиксированную, так и будет. Но, говорит, типа, кто в понедельник не работает, в субботу выходит. Я говорю, блин, у меня в основном квартиры по субботам. Поэтому я пойду по стандарту. Понедельник выйду, среду выйду и пятницу выйду. Вот. Сегодня там прихожу на работу и думаю, блин, что делать. Короче, помыла, походила по этажам, стенки посмотрела. Ну, там в некоторых местах, типа, песаки вот эти вот, знаете. Помыла стенки, помыла фойе. Улицу там прошлась, посмотрела вообще, блин, даже и не мусорят. Они там охренеть. Короче, чисто офигенски. Вот. Так, с работой разобралась. Значит, ещё утром подходила к учительнице. Короче, Полина, я не знаю, блин, дома шёлковый, нормальный ребёнок. Там, что она только не творит, это капец. Поведение просто ужаснейшее. Я не знаю, как так можно, но будем что-то в итоге делать с ней. Короче, решила прийти, пока я поделась заколок резинок. Припёрла вот эту вот штуку, тут примастырила еле-еле. Короче, оно сейчас у меня подсыхает. Это уже вторая моя заготовка. Первую я вчера хотела подсушить в духовке. И упал противень на неё. Я её разбила. Короче, залила вторую. Вот, в итоге подсохнет, буду красить, буду смотреть, что из этого получится. Короче, у нас погода вообще просто пипец. Пипец. Дождь идёт конкретный. Иду за Полиной. Хорошо, что хоть в магазин сходила. Вот, и записала Полину, значит, к психологу, к поликлинику. Короче, для того, чтобы как бы в двух словах объяснить. Когда мы ходили в прошлый раз, никаких документов, подтверждающих о том, что мы там были, у нас, нам не дали. А в этот раз хочу, чтобы она побеседовала с Полиной. И нужно, короче, сделать всё-таки, так сказать, даже попроще и попонятнее, чтобы прийти к выводу такому, что конфликт всё-таки с учительницей? Учительница придирается? Или всё-таки Полины поведение такое ужасное? Потому что так вот слушаешь одного учителя, второго, и все говорят по-разному. А у этой всегда всё плохо. Просто, как бы, понятно всё, но непонятно одно. Почему Полина пытается учителя испытать на прочность? Я не знаю, блин, что такое? Вроде они нормально, как бы, общаются. Вроде всё хорошо. Никто никого не обижает. Но она цепляется и к детям. Блин, эта маска заболбала. Но она цепляется и к детям, и к учителям. Зачем? Можно уроки крутиться. Может, подойти там на кого-то плюнуть с сну. Вообще уже охренела. А дома шёлковый ребёнок. Куда-то пойдёшь с ней, она всё такая. Короче, сегодня 20 минут, я опять это выслушивала. Пипец. Пьёт этот глицин, а толку ноль. Вообще ноль. Пошли. зачем пенал мальчику зарисовала я не знаю уже на продленке жалуются но нафига ты ему зарисовала пенал больная дайте сил просто дайте сил я блин взяла эту коробку офигела мои цветы блин повсходили обалдеть достала противень после картошки сейчас я выдраю и по-моему вот этой вот микро струйкой посуду ого нифига себе давай его попшикаю тоже и вот здесь сильно много не надо ему лить вот так все он попьет и будет еще больше расти офигеть я не знаю что это она посадила но короче что-то выросла а у меня цветы жалко я тебе семечку одну не дала так бы ты тоже вырастила цветок я забыла тебе дать ну все переодеваться так а что это за растение аж откуда знаю все ладно но если под яблоней то что-то там и значит и нашла короче все моем посуду значит смонтировала видео сейчас загружу поэтому заходите смотрите не забывайте подписываться на мой канал пока видео загружается я смотрю телевизор и грызу семки короче звалили из деревни короче посылка доставлена офигеть вот в итоге красоту лик таких не делала красота а ты чё там часть дела папа уже он храпит устал потому что а в в в Субтитры создавал DimaTorzok